Более подробно с Алексеем Буряченко эту тему обсудим. Это кандидат политических наук и глава международной ассоциации малых городов. Рады приветствовать в эфире Freedom, Алексей. Здравствуйте. Приветствую. Приветствую, наши уважаемые телезрители. Ну что ж, по вот этой данной структуре, какие сейчас могут быть дискуссии вокруг этого? Потому что озвученная сумма в 100 миллиардов евро, как мне кажется, это очень хороший показатель четкой поддержки в данном случае членов Альянса НАТО касательно Украины. Ну, вы знаете, детальной информации, кроме заявления самого Столтенберга, на самом деле по детализации этой суммы в 100 миллиардов евро нет. Единственное, что есть в публичном пространстве, это то, что данная сумма будет аккумулироваться именно в самом НАТО с дополнительных ассигнований членов НАТО, и эта сумма будет разделена на пять лет. Опять же, каким образом это будет происходить, довольно сложно сказать. Столтенберг выразил эту инициативу в контексте того, что действительно довольно, скажем так, по-разному идут поставки от разных стран членов НАТО, где-то растягиваются данные обязательства, где-то частично только исполняются, и единого, скажем, централизированного органа или места, где можно было бы эти моменты верифицировать, масштабировать, сделать их максимально эффективными, и чтобы стороны все-таки те обязательства, которые давали, выполняли максимально корректно, такого единого центра нет. Тот же Рамштайн, который, ну там, скажем, максимально приближенно к такому, все-таки он больше предусматривает то, что это общение на уровне министров обороны и генеральных штабов, что, так сказать, что нужно Украине в конкретный момент времени, и потом, собственно говоря, министры обороны доносят до своего военного политического руководства своих стран соответствующую информацию по потребностям Украины, чтобы потом ее, скажем, обеспечивать, чтобы поставлять именно то, что нужно Украине в данный момент. То есть тут политический компонент, он в какой-то мере где-то провисает, а больше, скажем так, Рамштайн ориентирован на военную, прежде всего военную координацию. Так вот, Столтенберг предлагает, в принципе, соединить эти два компонента, насколько я понимаю, и контрольную функцию, чтобы реализовывать, и политическая составляющая, чтобы там была, чтобы именно НАТО на себя взял эту функцию, в том числе и ответственность за принятые решения конкретными членами НАТО по военной помощи для Украины. В этом, конечно же, есть большие плюсы для нас, потому что мы получим дополнительного партнера-союзника по осуществлению там максимально высокого уровня коммуникации с странами-членами НАТО. Это позволит и нам, так сказать, улучшить синхронизацию с партнерами не только, скажем, в военном смысле, но и военно-политическом. Ну и, конечно, НАТО. Про что мало кто говорит, получается этого много плюсов, потому что они еще раз актуализируют свою нужность Европейскому Союзу и к странам-членам НАТО. И они теперь не просто военный блок, который ориентируется прежде всего на мысль, на позицию Соединенных Штатов Америки, как это было раньше, а до полномасштабного нападения на Россию, на Украину. И вообще мало кто до конца понимал, в каком состоянии сейчас находится НАТО и нужно ли оно в принципе. То сейчас, если НАТО возьмет на себя вот эту координационную функцию по созданию общего фонда финансов, вооружения для долгосрочной помощи Украины, конечно же, он показывает нужность членам НАТО, потому что ни для кого уже давно не секрет, ни для Столтенберга, ни для стран-членов НАТО, что Украина, по сути, является главным донором их безопасности. И, по сути, это очень мудрый шаг со стороны Столтенберга, я бы даже сказал стратегический, что в данном конкретном случае он делает все возможное, чтобы предотвратить конфликт НАТО и путинской России. Ну, и, так сказать, максимально взяв все под контроль, помогать планомерно Украине. То есть Украина является наибольшим донором их безопасности, как я уже и сказал, и чем больше, и чем эффективнее будет Украина противостоять врагу, чем больше будет у НАТО шансов, собственно, для перевооружения, перемысливания, перестратегирования своих планов. Ну и, опять же, это в том числе и про деньги. Потому что чем больше НАТО будет нести полезности своим членам, тем больше НАТО сможет с ними коммуницировать по поводу тех самых 2% их ВВП на, собственно, как членские внески в НАТО. А, возможно, и повысить их еще, например, до 2,5%, про что сейчас говорит активно Польша и страны Балтии. Если действительно такая актуализация состоится и реализуется на ближайшем саммите НАТО в Вашингтоне, то, конечно же, вопрос по созданию европейской армии, я думаю, отложится на потом. То есть это еще и такое геополитическое противостояние все-таки Европы, Объединенной Европы и Соединенных Штатов за, скажем, такое военное лидерство на европейском континенте. И тут, кстати, вот сейчас очень много информации появляется касательно еще одного очень важного решения, это касательно бить по территории Российской Федерации. За Швецией Финляндия теперь также разрешает Украине бить своим оружием по территории Российской Федерации. И тут можно ли же говорить, что в данном контексте это все идет параллельно, и НАТО ищет специальные решения для того, чтобы быстрее и больше помогать Украине противостоять российской агрессии. Принятие решений тех или иных стран по нанесению западным оружием ударов по военным объектам на территории Российской Федерации. Это продолжает тунить консолидации вокруг Украины и поддержки Украины, что в очередной раз дает понять Путину, что Украина один на один не останется. Вы абсолютно правы, конечно же, это параллельные довольно процессы, но направлены они на усиление позиции Украины. Это же абсолютно очевидно, что когда Россия нападает со своей территории, про это уже много сказали, в том числе и наш президент Владимир Зеленский, и когда мы не можем бить западным вооружением в ответ, я подчеркиваю, в ответ, а не в глыб территории Российской Федерации, конечно же, это приводит к негативным последствиям, и ни про какой там паритет на поле боя мы, к огромному сожалению, не можем говорить. Да, уже много стран Европы высказалось по этому поводу и даже разрешили использовать свое оружие. Но вот если вспомнить, например, то же политическое заявление Швеции и Финляндии, ну так, друзья, давайте будем объективными. Насколько я знаю и осведомлен в номенклатуре нашего вооружения, то они не передавали нам каких-то дальнобойных ракет, потому что у них, насколько я понимаю, нет их на вооружении. А больше для нас интересно, конечно же, разрешение Франции, про что сказал буквально вчера Макрон, про то, что он поддерживает позицию, что нужно бить в ответ по базам, откуда, скажем, вылетают ракеты Российской Федерации, ну и, конечно, Британии, потому что именно от них мы получаем дальнобойные ракеты типа «Штромшедов» и «Скальп». Но, конечно же, все эти политические заявления будут иметь по себе накапливаемый эффект, то есть когда количество, конечно же, должно перейти в какой-то момент в качество. А качество – это для нас политическое решение, прежде всего, Соединенных Штатов Америки, про возможность использования по территории Российской Федерации в ответ иностранного вооружения. Да, это может быть с оговорками, но мы должны прекрасно понимать, что наибольшая номенклатура и наибольшее количество вооружения у нас именно от Соединенных Штатов. И если мы говорим про дальнобойную, например, ракеты, те же самые «Хаймарсы», те же самые «Атакамсы», или «Кассетные», или более 300 километров – это все оружие Соединенных Штатов. И по, скажем, определенным понятийным договоренностям мы его не используем против Российской Федерации. Но, еще раз повторюсь, если определить ряд факторов, например, что этот огонь может быть только в ответ, на ограниченную, например, зону поражения, ну там, не знаю, 50-100 километров, исключительно по военным объектам или по скоплению войск, и ни в коем разе не по гражданским объектам, плюс по соответствующим спутниковым снимкам, которые передают нам наши партнеры, и соответствующим, ну может быть даже согласованием целей. Вот, в принципе, я думаю, что расширение таким образом, да, окна возможностей для Украины вполне вероятно, потому что все уже прекрасно понимают, что Украина должна иметь возможность в ответ бить по территории Российской Федерации, в том числе и западным вооружением, потому что это просто жизни людей, и те страдания, которые они выносят сейчас на харьковском направлении, ну должны быть прекращены. И, в свою очередь, Владимир Путин снова угрожает эскалацией, если Запад позволит Украине бить по России. Об этом российский диктатор заявил во время визитов в Ташкент. Путин говорит, что на страны-члены НАТО в Европе якобы играют с огнем, и удары западным оружием по территории Российской Федерации втянут их в войну. Кроме того, глава Кремля намекнул, что маленькие страны Европы не смогут защититься от России, поскольку имеют небольшую территорию и большую плотность населения. Но тут же в очередной раз мы видим и очередные устрашения со стороны Путина. А может ли он на это пойти? Ведь, по факту, это прямое вторжение на страну-члены Альянса НАТО. Ну да, это как минимум четвертая, возможно, и сразу пятая статья. И я думаю, что когда они убрали часть буев на Нарве, это в том числе красноречивый намек странам Балтии про то очень шаткое положение, в которое сейчас они находятся. Это, я думаю, что намек не только странам Балтии, но и Финляндии, в том числе и Польша, учитывая активность Белоруссии, точно не может себя чувствовать спокойно. Путин будет поднимать ставки, Путин будет оскалировать всеми возможными ему средствами, поскольку он не может по политическим определенным соображениям огласить России на полную мобилизацию, потому что это, конечно, поставит крест на его легитимности и легальности как следствие. То есть он продолжит такую скрытую мобилизацию. Я думаю, что в таких же объемах, как и ранее, это там примерно, как военные эксперты говорят, 30-40 тысяч мобилизированных в месяц. И в этих объемах, конечно же, никакой существенной угрозы, например, на западной границе, границе стран НАТО и Европейского Союза Путин сделать не может. И все это прекрасно понимают. В таких темпах мобилизации даже невозможно какое-то серьезное продвижение на украинских фронтах, где Путин уже застрял в стратегическом тупике и, мне кажется, абсолютно осознал свой проигрыш в этой войне. Поэтому, да, для того, чтобы отползти политически от войны, от проигранной войны Украине, он сейчас будет скалировать на всех возможных направлениях. Ну и что еще, опять же, для него гиперважно, учитывая даже его последнюю публичную реакцию на встрече там в Узбекистане, это он очень боится, что будет успешный первый установчий саммит мира. Он очень боится консолидации всех стран доброй воли на стороне Украины формулы мира Владимира Зеленского. Он прекрасно понимает, что это для него шаг и мат. Ну и тут также стоит отметить, что НАТО придет на помощь в течение двух недель, если Россия нападет на Румынию, Польшу или Литву. Об этом заявил американский генерал в отставке Бен Ходжес. И по его словам, это время уйдет, чтобы организовать военных других государств, а также все сухопутные войска в стране, на которую напали. Ходжес считает, что время можно сократить, если политические лидеры начнут действовать заранее, а государство будет предупреждено о потенциальной атаке. Ну и также на завершении дискуссии, Алексей, есть еще один важный момент. Насколько сейчас в Европейском Союзе и в НАТО оценивают реальность рисков эскалации и агрессии Путина против Европейского Союза? Мы, думаю, можем это видеть по действиям конкретных членов НАТО. Например, той же с трех стран Балтии, Финляндии, Польши, потому что они вполне себе строят три уровня фортификационных сооружений на границе с Российской Федерацией. Чувствуют ли они реальность этой угрозы? Я думаю, что ответ абсолютно очевиден. Конечно, чувствуют. Более того, они прекрасно понимают, что действительно это небольшие страны, и им некуда сильно отходить вглубь своей страны, и даже незначительные, скажем, тактические военные эскалационные действия могут перенапрячь их силы. Поэтому сейчас они пытаются делать эту фортификацию сплошной, чтобы не было разрывов в линиях, и чтобы в каждой стране Балтии, соответственно, стояло отдельное подразделение НАТО в полной боевой готовности. Польша, со своей стороны, также для примера уже озвучила, что готова также на границе, в том числе с Белоруссией, строить несколькоуровневую фортификацию, на что готова потратить 3 миллиона евро уже в самое ближайшее время, и что тоже важно соединить по возможности максимально близко эту линию фортификации с странами Балтии. То есть, конечно же, особенно страны восточной части Европейского Союза и НАТО абсолютно адекватно и реально оценивают возможность военной эскалации со стороны Российской Федерации. Да, они понимают, что она может быть разной. Это не обязательно могут быть танковые колонны, которые были при атаке на Киев, например. Это могут быть более локальные, тактические, провокационные действия. Это может быть даже более этого, скажу. Например, с моей точки зрения Россия, когда, припустим, она захочет максимально эскалировать, она может где-то в нейтральных водах даже и продемонстрировать свое ядерное оружие, проведя соответствующие испытания. Много чего может произойти, поэтому, конечно же, страны НАТО сейчас объединились вокруг противостояния этой угрозе, но, так сказать, завершу то, с чего и начинал наш сегодняшний эфир. Они прекрасно понимают, что единственное, что их сдерживает до сих пор от прямого противостояния с путинской Россией, это Украина. И они максимально решительно настроены продолжать помогать Украине столько, сколько будет нужно. И, в принципе, эту помощь мы видим и чувствуем, и ждем все страны НАТО, конечно же, на саммите мира, который будет происходить в Швейцарии, чтобы и там они на дипломатическом высоком уровне подтвердили эту позицию. Алексей, вам огромное спасибо, что нашли время присоединиться к эфиру. Напомню, Алексей Буриченко, кандидат политических наук, глава международной ассоциации малых городов, был с нами на прямой связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.